Донбасс И теперь мы сделаем новую историю людей Геополитическая ситуация в мире будет продолжаться, если Донбасс победит И это evident для всех Это почему они намерены, и срабатывают оружие, и срабатывают, и срабатывают, и срабатывают, и срабатывают, и срабатывают Что за что люди в Донбассе умерли? Для зарплаты и пенсии? Нет! Только срабатывают минулицы могут говорить такие нонсенсы Исторически Донбасс был главный регион в большом русском импире Это был его великой миссией Украинский постепенность уничтожил Донбасс потенциал Мизерная минарами Пришли от экономии, которые были развиваться более-менее в 1990-2000 Тоталянести и библиотеки Все осталось от мощной экономии Экономичный потенциал был уничтожен до производства на феррус материалах Кемическое производство и коал-минание Донбасс требует тренировок Они должны быть русские Донбасс требует cheap Russian hydrocarbons Донбасс требует хорошее администрация и благотворительные бизнесмены Донбасс требует развития и культуры Донбасс требует многое Что Россия и другие страны от Украины Ни нет Европы Только из-за таких индустрии в Донбасс придется в жизнь. Механическая индустрия и металлическая индустрия, высокотехническая индустрия и авиактивная индустрия начнут работать снова. Донбасс будет иметь Россию, а не так. Это всегда было так. Но есть какая-то альтернатива. Украина будет войти в Европе, и Киев бюрократы продолжают путешествовать в Европе на дорогие дороги. Львов-монимейкеры продолжают resell полицейские вещества, и люди в Донбасс продолжают платить за все это с трудными работами. Мы хотим такой будущем для наших детей. Индепридентная Украина не только нипотизм и библии. Это рабочие народы нацисты, которые уничтожают все противоположные. Украина есть огромная народа. Они все готовы с изменением политических игроков, но не с настоящими правилами. Украина – это страна, где олигархи рули. Это основная часть анарки и lawlessness. Украина – не банкрот. Мы все знаем Порошенко, Тимошенко, Яценюк и остальные. Не выходи с Украиной. Если Путин остановит войну, он будет способен помочь Украине. Но дело не в Путине или Кадирове. Экономия – жизненная для Донбасса. ДПР – возможность создать все условия для нормальной эволюции экономики и социальной жизни. Ахметов, Тарута и остальные – в прошлом. Путин, де-факто, он единственный, который может гарантировать peaceful development Донбасса в таких условиях. И для этого мы также должны быть благодарны для Капица и других создателей украинского оружия. Порошенко – это будет уничтожение. Украина – это путь к славе. Какой путь мы выберем для наших будущих генераций? Будем договорить? Конечно, мы будем. Украинский войска закончили. Но это не Путин, который был в борьбе с Порошенко. Лидеры ДПР должны сделать это. Обама и Меркель будут вести в борьбе, если они не имеют ничего еще. Мы поговорим о милициональном снижении. Мы стоим для цивилизационного борьба. Все остальные, которые были против, будут вопректированы. Для Славянск, Краматорск, Мариуполь и Донецк. Окупанты должны помнить, кто-то придет к Донбассу с мечтой, из мечтой, будет уничтожить. Только так. Синик, Прозакли, Руд, the enemies будут лежать в нашу землю в их головах или сердцах. Кто-то поднимет их волонтера, будет уничтожить. Они говорят о Российской Федерации. Путин? Да, мы ждем для помощи Путин. Но мы потребуем только психологическое сопротивление. Мы хотим, чтобы Россия помочь нам создать условия для развития в развитии экономики и социальной жизни в Донбассе. Мы хотим, чтобы Россия помочь нам установить order в нашей стране. Мы не можем подниматься на Россию, потому что мы братья. Но мы не поднимаемся на Путину. Мы поднимаемся на обычных русских, потому что они люди, русской страны. И сегодня, Донбасс показывает силы, которые обычные люди имеют. Мы поднимаемся из одной большой страны. Донбасс Донбасс Донбасс